Теперь она уже верит и ничуть не сомневается в том, что награда достойная и по-настоящему заслуженная. Инна Супанченко аплодисментами встречают коллеги. А еще несколько дней назад победа в конкурсе казалась нереальной. Ведь на телеканале Самара ГИС работают недокументалисты, делится ведущая программа «Обернитесь». Но когда объявили победителя, возникло ощущение непередаваемого счастья, похожее на то, которое приходилось испытывать в детстве. Когда ты достигаешь какого-то уровня в профессионализме, мне кажется, каждому человеку хочется уже большего. И я вообще мечтала о документалистике давно. И такое счастье, что мне руководство телеканала дает возможность это делать. Несмотря на то, что мы, в общем-то, не киношники, а телевизионщики, ну вот решение было принято. А, собственно, почему нет? Мы же можем, нам надо было себя показать. В этом году кинофорум «Шаридарь» прошел уже в шестой раз. На участие в конкурсе поступило 175 заявок из 37 регионов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Их количество организаторы называют рекордным. Работу оценивали по семи номинациям. Среди них «Спешите делать добро», «Включение», «Подвижники», «Телевизионный сюжет», «Репортаж на социальную и благотворительную тему» и другие. Героиня программы «Елена Прекрасная» свела с ума всех. И коллег, и жюри фестиваля. Это действительно уникальный человек, женщина, которая много лет была в зависимости от алкоголя, которая признается, что, в общем, она считала, что все, уже дни ее сочтены. Тем не менее, она это преодолела, и сейчас она не просто помогает людям, а она помогает тем, кому не помогает никто. Для тех, кому не помогает никто, Елена приносит одежду, обувь, продукты, все самое необходимое. Люди разные, отмечают героиня. Одного обманули, оставили без квартиры, от второго из-за инвалидности отказались родственники. Другой и вовсе оказался на улице по причине алкогольной зависимости и потерял все. И кому как не ей знать, каково это. То сердце схватит так, что просто не встать, не сесть, в глазах темнеет, то эти бессонницы, эти страхи, эти панические атаки, эти состояния, ну все уже. Я ходила, у меня постоянно мысль в голове, вот как дятел. Я так больше не могу, я так больше не могу, я так больше не могу. Я тогда молитву произнесла. Я молитву особо не знаю, я просто сказала, господи, помоги мне или забери меня. Я так больше не могу. Плакать хочется. Сегодня она поет, она стрижет, она ездит в дома престарелых. Делает все для того, чтобы эти люди чувствовали себя нужными. И они проникаются. Ровно так же, как члены жюри кинофорума «Шеридарь», который прошел во Владимирской области, в одноименном реабилитационном центре, где ставят на ноги детей после тяжелых, в том числе онкологических заболеваний. Сама героиня, она, конечно, замечательный человек. И, в общем, тем больше таких людей в жизни, тем лучше и краше жизнь. И то, что она не унывает, и то, что, так сказать, вообще все, что происходит вокруг нее, вот это вот самое главное, что, так сказать, всем членам жюри это все, так сказать, было очень симпатично. У нас очень большие сложности были в выборе победителей в этих номинациях, потому что работы настолько, они настолько стали профессиональными и с кематографической точки зрения, и в смысле выполнения, и соответствующих задач служения идеи благотворительности, что у нас действительно были и жаркие споры, и растерянность, и желание поощрить. Поощрить абсолютно всех за яркие и по-настоящему талантливые работы, отмечают организаторы, к сожалению, не удалось в силу обстоятельств. Но те, что остались в сердце, завоевали свои заслуженные награды. Теперь и в копилке телеканала «Самара ГИС» свой достойный внимания трофей. И победа эта не последняя, ведь проект «Обернитесь» только начинает свой путь, как и многие другие заслуживающие внимания проекты и истории, созданные дружным коллективом телеканала «Самара ГИС». Ольга Павлова, События.